вот он мой достаточно стандартный набор для того чтобы сделать лицо тильды для глазок мне понадобится палочка и краска по ткани а для счетчик мне понадобится пастель можете взять тени для век или например румяна и вот те румяна или тени которые очень сильно пылят вот в них как раз очень много вот этого пигмента поэтому они подходящие для рукоделия и так начну с глазок я использую вот такую палочку с тупым концом она мне попалась в одном из наборов по тильде и она ставит такого нужного размера точку небольшую некоторые берут палочки для суши но посмотрите какая тут тут очень большая точка и конечно для такой маленькой тильды вот эта палочка не подойдет и я вот подумала что еще может подойти зубочистка но конечно же кончик очень острый поэтому я вот так вот взяла ее об наждачную бумагу немножко потерла и вот сейчас попробую тоже поставить тоже должна быть вот смотрите отличная маленькая точечка которая подойдет для глазика с черной краской аккуратно она имеет особенность отпечатываться везде оставаться поэтому аккуратно чтобы не запачкать игрушку перед тем как я буду ставить вот эти точечки я конечно же возьму две черненькие булавки и и примерно отмечу место где будут находиться глазки и и и и и и и и вот так получилось и и теперь я хочу сделать щечки и буду я смешивать две вот такие постельки одну цветом потеплее а вторую взяла вот в цвет вот этих розовых серединок у цветков можно брать обычный канцелярский ножик у меня просто под рукой был скальпер и я немножечко вот так вот натру вот этой пыли цветной в этот хлопок очень хорошо втирается вот эта пыль и 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 Я знаю, что многие не любят тильдочек из-за того, что у них фактически нет ярко выраженного лица, нет каких-то эмоций или там улыбка или наоборот печаль, поэтому можете добавить небольшую улыбочку вот здесь вот и ее как-то обозначить или вышить. Я ничего добавлять не буду, но помните, что эта кукла, это ваша кукла, вы ее делаете по своему какому-то представлению. Поэтому добавляйте, не бойтесь. Румяна у меня не сконцентрированы в одном месте, то есть я набила цвет вот так вот в одном месте, но потом распределила его по всей щечке и как бы цвет плавно сходит на, сливается с тканью и нету такого ощущения, что вот он как матрешка, как у матрешки в одном месте. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok